всем привет находитесь на канале дешев канал финансах инвестициях фондового рынка обсудим ситуацию сложившейся на нашем российском рынке обсудим с вами основные инструменты посмотрим нефть посмотрим золото и посмотрим с вами валютную пару рубль доллар смотрите это видео до конца как обычно чтобы не пропускать нового выпуска обязательно подписывайтесь на канал ведь на этом канале самая лучшая аналитика в чем подписчики этого канала уже не раз убедились но начнем традиционно с вами с индекс московской биржи который сегодня пытается у нас откорректироваться после вчерашнего роста да но это не безосновательно еще вчера вечером вышли данные статистически по инфляции в россии от центрального банка и где были озвучены цифры которые свидетельствуют за ускорение инфляции то есть если мы неделю ранее помним с вами центральный банк указывал на замедление инфляции то сейчас уже в по последним данным инфляция снова ускоряется если еще месяц назад центральный банк приводил причины ускорения инфляции и про инфляционных рисков на основании того что центральный банк вид риски отложенного спроса то сейчас формулировка несколько изменилась про инфляционное давление усиливается на фоне роста и сдержек производители и быстрого уличения спроса что это значит как опять же объясняет центральный банк производители сталкиваются с ростом и сдержек включая барьеры для импорта и быстрым ростом спроса которым не могут оперативно удовлетворить из-за производительных и трудовых ограничений то есть то же самое по идее до простыми словами спрос со стороны потребителей растет а производители не могут погасить этот спрос ввиду того что ввиду различные ограничения невозможно предоставить такой объем товара и на этом фоне естественно наш рынок сегодня пошел в некую коррекцию который уже к вечеру мы видим откупают коррекция она достаточно небольшая ведь наш рынок по-прежнему поддерживается высоким курсом доллара а также на минуточку растущей нефтью а ведь инфляционные риски и про инфляционные риски до который видеть центральный банк конечно же главным образом будут отыгрываться и на валютной паре рубль доллар и здесь по картине который мы сейчас с вами наблюдаем происходит именно по тому сценарию который вам говорился на этом канале то есть я уже неоднократно говорил да что у нас 7 6 июля была разворот на свеча которая нам говорила о снижении доллара и укрепление рубля и сейчас как раз таки на основании той статистики которая вышла с центрального банка по ускорению инфляции рынок заранее закладывает укрепление рубля по предполагаемым подъеме ставки но в скажем на 0 25 пока что пунктов да а значит рынок закладывает повышение ставки центральным банком с 7 с половиной до 7 целых семьдесят пять сотых процентной ставки мы видим также облигации офисешки да на которой я уже неоднократно ваше внимание обращал почему собственно доходность растет и рынок по облигациям также закладывает повышение ставки на ближайшем заседании и как мы с вами вспоминаем до единоразовым повышением ставки центральный банк скорее всего не ограничиться и будет поднимать ставку как минимум на двух или трех ближайших заседаниях означает ли это до поднятия ставки а то к ликвидности с фондового рынка в какой-то мере да все зависит опять же от шага подъема цены если центральный банк все-таки перейдет повышению ключевой ставки естественно это будет создавать более благоприятные условия для оттока капитала в менее рискованные активы во-первых вклады депозиты накопительные счета в банках а также станет при более сам более привлекательными доходности на рынке офисе и мы сейчас уже видим если мы последнее в последний раз смотрела смотрели доходность длинных облигаций было около 11 процентов то уже спустя несколько дней доходность выросла до практически 11.18 а вот такими щепетильными семенильными шагами растет доходность облигаций так как центральная ставка ставка рефинансирован центральным банком предполагается что будет подниматься до соответственно и доходность по текущим облигациям становится менее привлекательным и от них избавляется тем самым тело облигации растет своей доходности и если ранее укрепление доллара и девальвация рубля служила неким драйвером для роста и поддержания при валютной переоценке нашего рынка то сейчас идет некая обратная реакция ведь ослабление доллара укрепление рубля это является обратным драйвером к откату нашего рынка что собственно сейчас сами наблюдаем но со стороны нефти по которой вам давался прогноз на этом канале да что нет не уйдет ниже 73 долларов за один баррель а вам давался точный прогноз поход нефти к верхней границе данного понижающего канала что собственно мы сейчас с вами и наблюдаем то есть то риторика тот прогноз который вам давался этом канале и графический указывался он полностью сейчас реализовывается и мы с точностью практически до одного доллара видим на исполнение данного прогноза но на самом деле если мы вот этот диапазон верхнюю границу понижающий канал пробиваем то у нас дорога открывается на уровень во-первых 83 доллара но а также пробив данные уровень сопротивления дорога открывается уже на 87 долларов я уже неоднократно говорил о том что что является причиной и почему до а нефть не уйдет ниже 73 долларов за один баррель именно те цены которые хочет видеть сша для пополнения своих стратегических резервов но этому как раз таки служит риторика обратная да со стороны опек плюс то есть те словесные интервенции которые мы с вами наблюдали я говорил неоднократно что вопреки всем ожиданиям сша закупиться нефтью на дешевых уровнях это уровне в районе 69 70 доллар конечно же опек плюс будет всячески этому препятствовать ведь никто за не заинтересован в участница дат опек плюс в дешевых ценах на нефть естественно картель будет придерживаться политики на снижение добычи до нефти для того чтобы поддерживать котировки естественно рост котировок нефти сейчас компенсирует как раз таки деа револю вацию нашего рубля то есть если ранее при снижении котировках котировок нефти наш рынок индекс московской биржи в целых рынок наших акций до экспортеров поддерживалась девальвация рубля то сейчас при ослаблении доллара и при революции рубля наш рынок с другой стороны поддерживается ростом котировок на цены нефти и мы видим что уже к вечеру наш рынок практически компенсирует тот откат который был у нас течение дня поэтому я бы не поддавался сейчас какой-то панике цели по индексу московской биржи находится у нас выше это я уже неоднократно говорил в районе 3000-3080 это закрытие данного гэпа после обвала 2022 года да мы еще достаточно далеко находимся от этих значений но сейчас явно сил не хватает для достижения этих показателей и конечно же через откат мы в дальнейшем дойдем до данных отметок что сейчас конечно же негативным образом будет являться для нашего рынка но конечно же это заканчивание до дивидендного сезона и мы при перейдем то скажем в миссии в месяца затишье это вторая половина июля тире август в которых наш рынок может дрейфовать либо находиться в боковике либо в неком понижающийся канале но уже осенью будут новые так скажем цели целевые значения конечно же это и следующий дивидендный сезон на который нужно будет подбирать соответствующей бумагой с неплохой доходности это бумаги и лукойла это бумаги и сбербанка это и многие металлурги которые могут уже в следующем году перейти к выплате дивидендов и мы видим что на американском рынке также все достаточно неплохо американский фондовый рынок растет благодаря сигналам ослабления инфляции инфляционного давления сша а цены производителей сша также повысились на 0 1 процент по сравнению с мая накануне стало известно что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до трех процентов в годовом выражении а это минимум с марта 2021 года и несмотря опять же на это да трейдеры по-прежнему ставят на то что федрезервом на ближайшем заседании который пройдет в июле да будет поднята базисная ставка на 25 базисных пунктов но опять же если говорит о шансах дам на то что ставка вновь будет увеличена в сентябре следующая то теперь оценивается рынок оценивает уже не в 28 процентов данную вероятность а всего лишь в один из процентов и предыдущих моих обзорах американского рынка я неоднократно говорит на то что да американский рынок будет расти что мы собственно с вами и наблюдаем по данным котировкам и те кто подписан на мой закрытый телеграм-канал где выкладываю свою аналитику онлайн где я размещают иском торговые идеи которые с помощью которых подписчики достаточно неплохо зарабатывают буквально последние идеи были по втб по том самую тинькову да на которых мы достаточно неплохо заработали отыграли рост так вот там я также показываю и различные технические формации да и подписчики закрытого телеграм-канала уже знают что здесь вот если мы сами посмотрим образовывается техническая картина чашка с ручкой целью которой будет уровень 4000 давайте перенесем основание чашки и целью по данной формации будет как раз таки зона 4560 можете записать прямо эту цифру и проверить дойдем ли мы до данной формации эта формация она зачастую очень четко отрабатывается я эту формацию очень часто использую своих торговых идеях да и мы с подписчиками уже неоднократно дан наблюдали за этой информации как четко она отрабатывается у каждого трейдера есть наверно своя стратегия есть своя какая-то любимая формация статистического анализа которые он пользуется и которая который он применяет на практике так вот моей практике достаточно часто используется вот эта формация которая называет чашкой с ручкой и цель по которой достаточно четко всегда практически в 99 процентах отрабатывается и я думаю что согласно данной формации мы должны прийти на уровень 4570 вот в этот район но основание для обвала нашего рынка конечно же сейчас нет виду неких то скажем геополитических негативных новостей но а для коррекции конечно же всегда найдется время ведь без коррекции рынок просто-напросто расти не может и более того расти без коррекции для рынка это было бы технически неправильным также достаточно круто отработал гмк норникель идея по которому я давал еще на уровень 14 тысяч восемьсот восемьдесят восемь это как раз таки нижняя зона данного клина да и целью по которой было во-первых 200 дневная средняя а максимум это верхняя граница данного клина и мы видим что очень четко мы дошли до данной границы отработали ее и пошел отлив вниз в целом при выходе из данного диапазона это целевое это целевой ориентир эта торговая идея на по-прежнему актуальна и при выходе с верхней границы данного диапазона первая цель у нас будет 17000 но а как дальняя это 20000 возможно в какой-то краткосрочной перспективы фундаментальных оснований к росту нет но я думаю что в течение текущего года и следующий день их следующую дивидендному сезону гмк норникель также догонит своих коллег по сектору металлурга в дан и закроет данный гэп на уровне 20000 вопрос только во времени и в ожидании положительных новостей ну а говоря о валютной паре сейчас у нас по-прежнему поддержка на уровне 90 и нужно следить за данной поддержкой если мы пробиваем данный уровень соответственно у нас будет цель 8085 это та зона которая была бы сейчас для нас комфортная но пока что как считает центральный банк как считает правительство для бюджета уровень на котором сейчас находятся котировки довольно комфортный как для экспортеров так и для пополнения федерального бюджета но я вам дам такую подсказочку как бывало трейдер если мы пройдем вот это уровень 90 вниз то у нас здесь есть четкая зона покупателя достаточно сильный уровень да это уровень находится вот в этой зоне ближайшую цель при пробитии уровня 90 я бы ждал вот в этой зоне и здесь у нас появится покупки да по валюте почему потому что здесь у нас вот такой вот бар который говорит нам за то что вот в этом диапазоне у нас были лимитки крупных игроков на выкуп доллара соответственно здесь попадая котировка по 5 попадая в эту зону котировок да у нас снова появится спрос на валюту ну а также вот движение по валюте может быть связано с некоторыми корпоративными событиями всеми прекрасно помним когда при то же самое продаже бизнеса шелда у нас россии когда выходил бизнес да за границу соответственно у нас на этом доллар рос когда прошла прошли новости о выкупе магнита у нерезидентов акции с дисконтом 50 процентов в этот момент также проходили объемы по покупке валюты хотя центральный банк опять же высказывал на это свое мнение о том что покупок со стороны магниток в валютной паре нет но мы все с вами фактически видим что это далеко не так и как раз таки последняя новость которая была связана с полюсом о продаже до доли в районе 29 процентов до акций и соответственно объем продажи здесь мог быть в районе 500 миллиардов да то есть все мы прекрасно с вами знаем что полюс получает выручку как раз таки в валюте и а полюс очень сильно зависит от валютного курса и как раз таки продажи валюты полюсом в районе данной суммы на выкуп акции да может служить как раз таки и давление на доллар и укрепление рубля то есть такие моменты они тоже учитываются и я думаю отражается в движении нашей национальной валюте по отношению к доллару когда происходит вот такие вот корпоративные новости всегда нужно обращать внимание в этот момент на валюту да и если идет новость о продаже бизнеса и а уход за границу соответственно в эти моменты начинает повышаться спрос на валюту хотя со стороны центрального банка установлены вроде как лимиты на дневную покупку но в любом случае это действие но не единоразово происходит а растянуто в некотором временном моменте и конечно же вот это ослабление доллара мы с вами не видим чтобы оно происходило моментально мы видим ежедневные так скажем движение в ту или иную сторону в зависимости от спроса или предложения на валюту ребят вот такой вот небольшой обзор подписывайтесь на канал спешите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу краха рынка российского я не жду но буду использовать любой момент для покупки на его коррекциях все свои действия я пишу а также аналитику в режиме онлайн своем закрытом телеграм-канале ссылочка на который находится под видео описание там есть на различные строки подписка цены абсолютно доступны каждому но хочу могу сказать что кто подписывается месяц подписчики в основном продлевает на полгода и на год данные подписки соответственно та информация которая там дается торговые идеи физические моменты мои мысли по рынку помогает подписчикам достаточно неплохо зарабатывать также есть бесплатный телеграм-канал в котором я размещаю все важные новости но и интересно конечно же ваше мнение по происходящим событиям которые вы можете отразить под видео в описании ну а для тех кто хочет получить вот такую карту тинькофф платинум с кэшбэком 2000 рублей при тратах 10000 в месяц в первый месяц то есть тратите а также бесплатное обслуживание навсегда ссылочка для того чтобы заказать данную карту с таким крутым кэшбэком находится также под видео описание всем удачи всем пока пока пока